Добрый-добрый вечер! КХЛТВ предлагает вам посмотреть матч Салата Юлаева и Магнитогорского Металлурга Уфа-Арена и примет это ярчайшее противостояние. Одна заброшенная шайпа в 5 матчах. Это было в игре, которое предшествовало неудачным удаянием с автомобилистом. С милским динамиком Влад Каплито очень убедительно поднялся, чем 6-1. И там отличился Курдасов. И сейчас мог его забить Филатов очень хорошо. Он добивал шайбу. Есть еще время на бросок. Не получилось об открытии Умарка. И контратака Магнитогорского Металлурга. Выход 2 в 1. Бросок немецово! Допускает ошибку! Отличился Андрей Чибисов. Чибисов, который не играл в предыдущей встрече. Смотрим, как зарождалась эта атака. Не точная передача Умарка на пятачок. Перехват и сразу же контр-выпад 2 в 1. И единственный защитник Салавата, который находился на льду. Ларсен перекрывал линию передачи. Но Чибисов решил все сделать сам. И, в общем-то, абсолютно верное решение. И сейчас он пошел в атаку. Обострил невероятным образом. И отличился. И смотрим, что сделал Дронов. Адронов начинает атаку из своей зоны. Не смотрит на нападающих. Все делает сам. На противоходе раскачал одного из защитников. На чужой синей линии. Показал корпусом, что уходит в одну сторону. Сам ушел в другую. И слишком широко. Слишком широко. Но в этой ситуации сыграли Арзамасцев и Сергеев. И освободили коридор по центру для Дронова. Но Адронов показал себя как настоящий нападающий. И все сделал просто великолепно. У вратарей есть поддержка. Он видит, как правило, момент броска. Если, конечно же, броска делал атаку. Ирюков попадает и набирает третье очко. 3-0. Бросок от синей линии. И вроде бы все видел финский голкипер Салавата Юлаева. Не было здесь трафика на пятачке. Вот, отлично видно. Но был небольшой рикошет от Сергеева. Шайба изменила направление полета. И, наверное, поторопился, я сказав о том, что Мэцела грубо ошибся в этой ситуации. Да, рикошет был. Впечатляющий рикошет. Да, и это, конечно, очень повлияло на то, куда полетела шайба. Только двух игр без результативных баллов провел 14-й номер Матагонского металлога. Выход 2 в 1. Ирюков Шайба делает удачу не Жаркова. И Шайба оказывается в ловушке Загидулина. Претензии к арбитру, потому что нельзя так быстро свистеть. Загидлинин готов был оставить шайбу в игре. Очень хорошо отреагировал. Уголки Шайбу поймал и хорошо отреагировал, потому что старался отдать ее ближнему партнеру. Очень здорово себя проявил Ольшанский в недавней суперсерии. Магнитка удерживает шайбу. Бросок. Ирюков Шайба залетает в ворота Пакаринина. Отмечаем здесь высочайшее исполнительское мастерство финского форварда. Магнитки. Ну и в общем-то здесь ничего не оставалось делать. Пакаринину понимал, что через несколько секунд появится на льду удаленный игрок. И с острейшего угла нанес бросок. Ну и вроде бы в ближний угол зашла Шайба. Но сложно что-то говорить, какие-то претензии высказывать Корееву. Но просто идеальный по точности и силе бросок. Поквалим Загидулина за первый сухой матч, который он провел в составе Магнитки.